Здравствуйте, вы смотрите новости экономики, с вами Денис Леонтьев. Сегодня в выпуске. Этой зимой в Казани заработают 18 катков. За татарстанскими предпринимателями проследят. Вамиин продолжает жить на прилавках. Зимой в Казани заработают два стадиона с искусственным льдом, ракета и трудовые резервы. Девять крытых ледовых арен, а также открытые катки. Об этом сообщили в исполкоме. Как и в прошлом году, в городе будут работать освещенные лыжные трассы. В парке имени Горького, в лесном массиве по улице Братьев Касимовых, в березовой рощи поселка Нагорный, а также в жилых массивах Юдина и Чебокса. Всего лыжных баз планируется 8. Кроме того, должны заработать 80 пластиковых хоккейных коробок. Всего в этом году из муниципального бюджета на развитие зимних видов спорта выделено 5 миллионов 400 тысяч рублей. Эти деньги направили на содержание лыжных трасс, пунктов проката, обновления инвентаря. В исполкоме рассказали и об ожидаемой стоимости услуг в этой сфере. Прокат тканьков будет организован в 18 пунктах проката. Стоимость от 60 до 150 рублей. Если своими конками вход 60 рублей, если берем коньки, пункты проката от 120 до 150 рублей. В зависимости от условий и от места расположения к этому пункту. В следующем году в республике проведут сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса. Собираться данные будут от коммерческих корпоративных организаций, потребокоперативов, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Как заявляют власти, главная цель сплошного наблюдения – формирование конкурентной среды, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. Сроки предоставления данных разные. Например, некоторые ограничены 25 января, другие 1 апреля будущего года. Татарстан лидирует во всероссийском рейтинге эффективности капремонта. Об этом говорится в исследовании Фонда содействия реформированию ЖКХ. В пятерку лидеров также вошли Мордовия, Калмыкия, Брянская и Тюменская области. В представлении рейтинга учитывались такие показатели, как собираемость взносов на капремонт и общая площадь многоквартирных домов, в которых провели мониторинг техсостояния. Республиканский Роспотребнадзор предупреждает о продаже молочных продуктов под брендом обанкротившегося в Амин Татарстан. В последнее время такие случаи участились, сообщают в ведомстве. Сразу в нескольких регионах страны продают товары якобы производства в Амина и его филиалов. Как правило, это все фальсификаты. Роспотребнадзор напоминает, что данная татарстанская ОАО прекратила производить молочную продукцию еще в сентябре 2013 года. Организация уже ликвидирована как юридическое лицо после банкротства. Это были новости экономики. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова